Нюхай. Хорошо. След. След. Хорошо. Умные и добрые глаза, мокрый нос и острый нюх. Вот так можно охарактеризовать поисковую собаку Айну. Восточноевропейская овчарка еще совсем щенок, но в полтора месяца уже могла взять микрослед, говорит ее хозяйка, кинолог поисково-спасательной службы Лиза Алерт Ирина Панина. Это новая моя собака, то есть она проходит обучение, ей только пять месяцев. Но она уже участвовала в двух настоящих поисках. Она прошла с нами в прошлые выходные практически 12 километров, показала направление следа. Мы решили провести небольшой эксперимент. Спрятали ребенка в лесу и отправили Айну по следу. Пес справился с заданием на отличном, хотя в ветреную погоду искать крайне сложно. Запах человека может уносить ветром на расстоянии до 10 метров. Но Айну это не сбило со следа девочки. Марина Агарзаева – самый юный член отряда Лиза Алерт. Ей всего 10 лет. В поисках она сможет принимать участие только после 18 лет, а пока выступает в качестве просветителя. Рассказывает своим сверстникам, как надо вести себя, если произошла чрезвычайная ситуация, и как лучше одеваться, собираясь в лес. Ну, если погода холодная, то потеплее, чтобы не замерзнуть. И взять с собой надо обязательно светоотражающий жилет, чтобы его было легче найти. Еще надо взять с собой воду, еду, которая долго не портится, и заряженный телефон, чтобы, если что, позвонить. Ну, еще, если есть, свисток, чтобы можно было подать сигналы, где ты сейчас находишься. Папа Марины Андрей за 4 года не раз принимал участие в поисках. Он признается, главные слова для него – найден, жив. На поиски детей приходит значительно больше волонтеров, но хочется найти всех. Особенно сейчас, когда ночью холодно, сыро, очень легко. Человек может получить переохлаждение, находясь в лесу. Что касается города, родителям Андрей советует, если ребенок до 13 лет пропал из вида, надо сообщить в полицию в течение 10 минут. Старше 13 лет – в течение часа. Если ребенок понял, что он заблудился, он не должен никуда уходить с этого места, потому как на этом месте его будут искать. То есть обратиться за помощью к людям в погонах, то есть это полицейские, либо мамы с детьми. То есть это люди, которые не останутся равнодушными к проблеме ребенка. Что касается транспорта, если ребенок уехал на транспорте, а один родитель остался, то значит выйти на следующей остановке и ждать, пока за ним придут. То же самое, если родители уехали, значит оставаться на месте. Главное запомнить, отпускать детей в лес одних нельзя ни при каких обстоятельствах. А взрослые, отправляясь куда-либо, должны сообщить об этом близким, чтобы те в случае потери знали, где приблизительно искать. Эта информация часто помогает волонтерам-спасателям, которые, кстати, работают безвозмездно, по велению сердца. И если вы увидели в интернете объявление о том, что отряд Лиза Алерт собирает деньги, не верьте, это мошенники. Поисково-спасательный отряд Лиза Алерт не собирает никаких денежных средств, не имеет никаких кошельков, счетов, регистраций и так далее. То есть вся помощь, которую мы принимаем, это батарейки, бумага, рации, навигаторы. Если вы хотите помочь, приходите к нам в отряд, помогайте. То есть денежных средств наш отряд не собирает. Огромная армия самых обычных людей по всей стране, узнав трагическую историю девочки Лизы из Подмосковья, не смогла остаться равнодушными. Каждую свободную минуту они посвящают поискам пропавших людей, не требуя ничего взамен. Главное, что они хотят услышать – жив. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город».